В Щелкове в третий день весны встретились лидеры Суперлиги Динамо и Газпром Югра. Белоголубые потерпели единственное поражение в нынешнем чемпионате именно от Газпрома, а югорчане до визита в Щелково были единственной командой в этом первенстве, не проигравшей. Реванш свершился. Супер-афиша, центральный матч тура, праздник мини-футбола. Все эти эпитеты были уместны применительно к Щелковскому поединку. Впрочем, и погрустить любителям футзала в этот воскресный день было о чем. Лучший снайпер-динамовца Фернандиньо, получивший травму в недавней игре с КПРФ, передвигается с помощью костылей, а главный галеодор югорчан Эдер Лима также травмирован и поговаривает выбыл из строя надолго. Тем не менее, и в отсутствие на площадке главных бомбардиров чемпионата счет был открыт довольно рано. Это Серила, который воспользовался ошибкой Ивана Чешкалу и поделился мячом с Пулой, который без особых проблем поразил цель. 1-0. Кто мог знать, что именно эта досадная опложность, случившаяся на четвертой минуте, решит исход этой встречи. После пропущенного мяча гости принялись за осаду ворот Алексея Попова. Заставили динамовцев быстро набрать 5 фолов, однако добиться успеха под шефным КК не удалось. Хорошие моменты имели Катата, Дмитрий Лысков, Данил Давыдов, а также Робьиньон. Но все без толку. Наверное, нам где-то больше повезло, мы больше хотели. Плюс у нас все-таки больше здоровых было футболистов. Хотя, конечно, у нас очень существенная потеря в лице Фернандини. Но я думаю, именно за счет того, что мы дотерпели до конца, поэтому и выиграли. Можно говорить про штанга друг воротаря, но мне больше нравится другое выражение, что в штангу, то в трибуну. Второй тайм прошел с игровым и территориальным преимуществом Югры. Моментов на половине поля Динамо было создано достаточно, чтобы сравнять счет. Но мяч больше не хотел посещать ворота. Ни хозяйские, ни гостевые. С одной стороны блестяще действовал Алексей Попов, с другой отлично работал Звиад Купатадзе. К тому же и защитники обеих команд неплохо стелились в подкатах и блокировали добрую половину всех неносимых ударов. Не хватило реализации моментов, чуть-чуть колонокровнее в завершающих стадиях. Надо все вроде в воротаре, и в воротаре сыграл хорошо, но вроде все в воротаре обвели. Или он занимал хорошие позиции, или мы обвели как-то все в него. А так другой игры там не ожидалось. Мы с нами не примиримые соперники всегда. Такие хорошие игры всегда получаются по накалу. Особенно настраиваемся друг против друга. Самое большое напряжение в этом матче, что и следовало ожидать, сгустила вокруг себя концовка встречи. В частности, в последние пять минут игры вместились несколько любопытных эпизодов. Но как ни старались футболисты «Газпром» Югры, сравнять счет им так и не удалось. Финальная сирена зафиксировала победу «Динамо». 1-0. Белоголубые увеличили свой отрыв от второго места до 9 очков. Думаю, что все болельщики пережили сегодня очень интересную игру с обилием голевых моментов. Считаю, что любой результат мог быть справедливым, потому что и за нас вступали штанги. И «Газпром» Югра сегодня создал достаточное количество остроты у наших ворот. Но так или иначе нам удалось вырвать победу в сегодняшней игре. Мы в последнее время не очень удачно играем, не очень хорошо играем. И при все это мы не проигрываем. А когда играли за полтора месяца в самый лучший матч, мы проиграли. Поэтому мы сейчас будем еще работать, делать вывод и дальше работать. Подведем итог. «Газпром» потерпел свое первое поражение в чемпионате и испортил день рождения своего главного тренера «Кака». Одинамовцы имеют весомые причины, чтобы порадоваться долгожданному реваншу и считать победу в регулярке решенным делом.